По большому счету, конечно, творчество – это жизнь. И жизнь – это творчество, можно так в обе стороны кидать. Для меня жизнь – это творческая лаборатория, это очень удачное словосочетание было найдено французским философом Риберксоном, он говорил о творческой эволюции, то есть общее, общечеловеческое представление о эволюции, о развитии, он одновременно плотно, неразрывно связал с творчеством. То есть, согласно Риберксону, эволюция – это и есть непрестанное творчество. В общем-то, как мы с самого начала сказали, творчество и эволюция вместе связаны, они связаны с творцом, то есть с неким высшим идеалом творчества, которое творить по определению, не может не творить, для которого жизнь – творчество. Ну, нужно, конечно, как мне кажется, обязательно иметь четкое представление о том, что такое творчество в лоне глобальных мировых проектов, связанных с мировыми религиями. Потому что именно они на протяжении тысячелетий формировали нас и задавали, ну, некоторую матрицу того, в лоне которой мы, собственно говоря, и творим. И эти матрицы различны. Вот, ну, я вижу такую общечеловеческую матрицу, связанную с шаманизмом, и шаманы, наверное, это первые творцы, это первые, как бы, в Мерче Лябе, мастера трансценденции экстаза, которые… Ну, Лябе определил шаманизм архаичной техникой экстаза, то есть самое древнее, самое раннее. И экстаз, ну, это выход из привычного, нормального, вообще принятого состояния жизни, да, то есть выход в мир духов, согласно шаманскому представлению, где нет уже в мире духов материальных ограничений на видение и на контакт, прежде всего. Потому что иначе зачем нам творить, зачем нам развиваться, если мысли достаточно, если все у нас есть. А идея развития, она тесто связана с представлением о творческой эволюции. И здесь важно, вот еще один мыслительный ход, понимание направления, то есть куда мы движемся, куда мы развиваемся, куда мы эволюционируем. Мне кажется, что здесь вот нам может помочь анализ того, от чего и почему возникает такое многообразие вопросов. То есть почему мы ищем ответы и о чем эти ответы. Мы с детства почему-то, как известно, только мы научились говорить, мы уже начинаем спрашивать, мы осаждаем библиотеки, книги взрослых. Ну, Буковский говорил, что ребенок развивается, когда есть зона ближнего развития. То есть когда он находится в ничем не ограниченной связи, коммуникации с близкими и взрослыми. То есть когда он получает отклик, когда он дает этот отклик. Вот когда есть такая взаимосвязь живая, человеческая, ничем не ограниченная, тогда максимальное развитие. Когда эта взаимосвязь каким-то образом ограничивается, ну, существуют какие-то каноны, как должен вести себя ребенок, как он должен обращаться к взрослому. Тогда ткань жизни нарушается и возможностей и для развития для творчества становится меньше. И если вернуться к смыслу нашего вопрошения, что же мы ищем с помощью ответов на наши вопросы, мне кажется, что он лежит на поверхности. Потому что мы же спрашиваем, нас же интересуют не любые ответы, правильно? Нас не интересует ложь, нас не интересует трюки, нас не интересует повта, нас интересуют ответы о реальности, наверное. Мы ищем через вопросы ответы на то, как оно есть на самом деле. Мы люди, ситуации, возможности, планы и так далее. То есть мы ищем реальность. И мне кажется, это издает направление творческой эволюции. То есть для того, чтобы творчество происходило, нужно пространство для творчества. То есть помимо мотивов, помимо талантов и так далее, ситуации, необходимо свободное пространство. Необходимы новые степени свободы. И если их нет, то мы имеем воспроизводство. Одна из таких пессимистических картин в отношении того, что происходит на планете Земля, это сон. Мы все спеем. Фуко называл это тропологическими сонами. Подобную роду метафоры, они есть везде. Симуляторы согласны подрияру. То есть мы не в истине реальности живем. Это все подделки или матрица. В наше время проснуться еще сложнее, может быть, в каком-то смысле. Потому что та среда, в которой мы живем, современная городская среда, она очень агрессивна. Она очень субъективна. И вот тот информационный шквал, натиск, которому подвергаются все жители мегаполисов, прежде всего, конечно, а так же сейчас и поскольку мир становится большой деревней, то все жители планеты. Имеем свои пять копеек, что называется, каждый день там свою систему удовольствия, стимулов. И, в общем-то, нам большего не надо. Мы забыли о том, что когда-то мы были творцами или стремились уподобиться и стать сотворцами. Мы забыли о тех человеческих проектах, которые подарили человечеству основателям великих мировых путей, то есть мировых религиозных путей. В общем-то, мы спим, и большинство людей, в общем-то, ничего-то и не надо. Сверху этого, сверху дозволенного набора удовольствия. Но те, кто хочет развиваться, те, кто хочет узнать реальную ситуацию, те, кто хочет стать реальными, они, в общем-то, должны решать одни и те же задачи. И вот второй круг реальности связан с другими людьми. Если в первом круге реальности самое главное, самое главное, вот в том числе для любого человека и для актера, это правда, первое. Потому что без правды нету дальше ничего, ни развития, ни реальности. Наш второй катализатор главной эволюции в персональном измерении, но также играет роль и во всех других, это игра, уже упомянутая. И если посмотреть, а что здесь главное, мне кажется, что это ничем не граничная обратная связь, которую дают дети друг другу в игре. Ведь ребенка хлеба не корми, только дай поиграть. Любого ребенка можно мгновенно соблазнить, но сказать, давай поиграем. Скажи, давай. Неважно во что. Главное играть. Почему игра настолько пьянит, настолько, потому что в игре нет ограничений. В игре можно проявляться, можно говорить, а я, а ты, а что? Понимать, получать, обмениваться жизнью и идти. И у взрослых наиболее продуктивной формы решения проблем, проектов, тех, в которых максимально присутствует игровая, исходная детская начала ничем не ограничена. По мере литурализации ограничений все меньше и меньше творчества возникает. И совсем строгие логичные подходы, они, в смысле вообще не творческие, они в пределе могут только воспроизводить самих себя и не сотворять ничем узловом. И если говорить о личностном измерении, то, конечно же, на первом месте это работа, связанная с максимальным развлечением. И, мне кажется, любой художник делает эту работу. Максимальное развлечение, то, что называется вкусом, взглядом, оттенки, нюансы, энергии, эмоции, красота, все оттенки, оттенки. 50 оттенков всего должно быть. Эмоции, жизни, восприятие. Почему? Да потому что только если у меня есть в моем внутреннем измерении это многомерное сложное пространство, я буду и видеть это в других людях. Я буду видеть это в жизни. Я буду способен проявлять это на театральных помостках. Если этого нету, то ничего и не проявится. По вовшебству или по действию таблетки человек не станет великим актером. Ничего проявлять. Поэтому здесь, конечно, ну, говорят, нужно много труда. Но тут, на самом деле, он связан с этим. В нежличностном измерении, которое, я напоминаю, служит для того, чтобы стать еще более реальным, выйти из персональной клетки, у нас особые правила игры. Потому что для того, чтобы мне выйти к другому человеку, мне нужно каким-то образом постичь его. Зайти в его душу, повидать свою душу. И даже если я в совершенстве использую свой интерфейс телесный для общения и для коммуникации с другим человеком, еще не факт, что это будет соответствовать. Я войду в мир другого человека, а он войдет в мой мир человека. Поэтому, мне кажется, что здесь тоже есть два главных, вернее, три главных принципа для такого рода работы, которые, конечно, автоматически применены для актерского развития театрального пространства. Первое и основное, это нужно... Оно связано с отношением... Как мы можем войти в мир других людей, когда у нас нет препятствий, правильно? Ни с нашей стороны, ни с стороны другого человека. То есть, ну, люди говорят, что это такая открытость по отношению к другим людям. Как возникает препятствие? Как правило, это какие-то культурально усвоенные концепции. Что лучше, что хуже, выше, нише, опасно, не опасно, стоит, не стоит. То есть, перегородки, которые возникают у нас по отношению друг к другу. И они затем создают наше препятствие к общению и коммуникации друг с другом. Как душа уже не может душой говорить. Значит, поэтому, если это сжать до простого принципа, то это первое, основное, это принимать других. Без каких бы то ни было ограничений. Принимать. То есть, в основе этого лежит представление, конечно же, о фундаментальном равенстве всех людей. То есть, между нами в этом отношении не должно быть никаких преград, никаких перегородок. Иначе, век свободы не видать никакого, иначе я не смогу выйти из клетки персонального изменения и стать реальным. Поэтому только тогда, когда я отношусь ко всем людям, как к равным, на фундаментальном уровне, независимо от религии, цвета кожи, дохода, времени проживания религии и так далее, когда есть фундаментальное равенство, тогда я могу, тогда нет никаких препятствий для того, чтобы входить в душу друг друга. Вот это номер один. Когда есть вот такое фундаментальное приятие, тогда возможно объединение. То есть, первое, принимать друг друга, вне каких бы то ни было ограничений за пределами, насколько возможно. Второе, объединяться друг с другом. Ну, конечно же, мы знаем, что в жизни мы не можем полностью объединяться с каким-то нашими любимыми, с которыми у нас возможны самые близкие отношения. Мы объединяемся на уровне тела, на уровне энергии. С большинством людей мы можем пожать друг другу руку, улыбнуться, обняться, войти в эмоциональное созвучие, делать какие-то совместные проекты, быть членами одного института, одной страны, и так далее, жителями, носить один язык. То есть, другие форматы объединения. Но в идеале это максимальное объединение, потому что без объединения мы не можем проникнуться, мы не можем постичь другого человека. И значит, не можем упустить свой шанс стать более реальным. Значит, и только тогда, когда выполнены два первых условия, только тогда возможно понимание. Только тогда сперва максимальное принятие, затем максимальное объединение, затем только возможно максимальное понимание. Так что, мне кажется, здесь колоссальные творческие возможности, очень много путей, и каждый человек может выстроить свою индивидуальную творческую лабораторию, рассматривая свою жизнь как творческую эволюцию, на пути к большей реальности, использовать инструменты своего рода, для своей жизни, своего искусства, например, для того, чтобы выражать себя. И своей глубины предъявлять людям, общаясь с ними. Я думаю, что Иисус большого для этого, для того, чтобы мы каждыми в жизни, будучи гениальными актерами, обменивались своими внутренними реальностями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!